В лесах республики пропадает в среднем 10 несовершеннолетних. Такие цифры приводят тувинские спасатели. Так, в конце августа этого года пятеро детей заблудились в тайге Тандынского района. Благо, по счастливому стечению обстоятельств, через сутки потерявшиеся дети нашлись. Как не допустить подобных случаев тема сегодняшнего любеза сотрудников Тувинско-спасательной группы с десятиклассниками лицея номер 16 Кызылом. Объясняем, как соблюдать технику безопасности при разных ситуациях. И, допустим, когда вы потерялись в тайге, когда вы по дороге увидели дорожно-транспортное происшествие. Главный совет спасателей старшеклассникам взять в лес заряженный мобильный телефон. Ведь сегодня уже не компас, а новые технологии и гаджеты спасать жизни заблудившимся человеку. С телефона в любой момент можно позвонить на единый номер службы спасения 112 и скачать специальные карты, которые работают без сети интернет. Уже во второй части ликбеза старшеклассника увидели и опробовали оборудование спасателей. Это спецавтомобиль, который оснащен гидравлическим инструментом, пневмоподушками, дыхательными аппаратами и гидрокостюмами. Десятиклассник Радислав Кулар также не отказался примерить дыхательный аппарат, который просто необходим спасателю во время работы в загазованной или задымленной зоне. По словам старшеклассника, подобная встреча очень полезна для современных детей и молодежи. Я считаю, для нынешней молодежи это очень важно, потому что они ничего не знают. Они сидят дома, в компьютеры играют, а если они попадут в такую ситуацию, они ничего не будут знать. Поэтому надо почаще такие мероприятия. Сам же Радислав не относит себя к категории детей, зависимых от игровых приставок. Говорит, что каждое лето бывает в тайге. А собирать ягоды и грибы во время каникул также традиция и в семье Дианы Сад. Старшеклассница признается, что до этого она и не знала о пользе смартфона в лесополосе. До этого я не знала, что в тайгу надо лучше телефон зарядить, то, что надо там одну программу завести. Но я не знала, поэтому для меня это было большим таким познанием. Сегодня ученики лицея номер 16 Кызылы, безусловно, получили новые и полезные знания. А спасатели напоминают, что ответственность за жизнь и безопасность ребенка несут в первую очередь родители. Юлия Артынеяры, Сховалик, телекомпания «Новый век».